После одного из заседаний Янского мирового съезда судьи собрались в совещательной комнате, чтобы снять свои мундиры, минуточку отдохнуть и ехать домой обедать. Председатель съезда очень видный мужчина с пушистыми бакенами, оставшийся по одному из только что разобранных дел при особом мнении, сидел за столом и спешил записать свое мнение. Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным меланхолическим лицом, слывущий за философа, недовольного средой и ищущего цели в жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый и один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе обедать. Перед ними стоял секретарь съезда Жирин, маленький человечек с бочками около ушей и с выражением сладости на лице. Медово, улыбаясь и глядя на толстяка, он говорил в полголоса. — Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились, и уже четвертый час, но эта, душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Настоящий волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы. Бывает только после физических движений, например, после охоты с гончими, или когда отмахаешь на обывательских верст, то без передышки. Тоже много значит и воображение-с. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об этом. Умные да ученые всегда аппетит отжимают. Сами изволите знать, философы и ученые насчет еды – самые последние люди, и хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике на закусочке. Я раздорогою закрыл глаза и вообразил себе поросенка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну-с, а когда вы выезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь этаким, знаете. — Жареные гуси мастера пахнут, — сказал почетный мировой, тяжело дыша. — Не говорите, душа моя, Григорий Савич, утка или бека смогут гусю десять очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начнет поджариваться и, понимаете ли, шипит подлец на весь дом. Ну-с, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да, ее мамочку наливаете не в рюмочку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью его же и моноси приемлют. И выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом эдак не спеша поднесете ее водочку-то к губам и... Тот час же у вас из желудка по всему телу искры. Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство. — Искры! — повторил он, жмурясь. — Как только выпили, сейчас же закусить нужно. — Послушайте! — сказал председатель, поднимая глаза на секретаря. — Говорите потише! — Я из-за вас уже второй лист порчу. — Ах, виноват, Петр Николаевич, я буду тихо! — сказал секретарь и продолжил полушепотом. — Ну-с, а закусить, душа моя, Григорий Исавич, тоже нужно умеете. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели бы ее кусочек с лучком или с горчичным соусом. Сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете, в животе искры кушайте икру. Саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком. Потом простой редьки с солью. Потом опять селедочки. Но всего лучше, благодетель, рыжики соленые. Ежели их изрезать мелко, как игру и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом на объедение. Но на лиме печенка — это трагедия. — Да, — согласился почтенный мировой жбуре глаза. — Для закуски хороши также душеные белые грибы. Да-да-да, с луком, знаете ли, с лавровым листочком и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух, даже слеза прошибает иной раз. Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же немедля нужно вторую выпить. — Иван Гурич, — сказал плачущим голос председатель, — из-за вас я третий лист испортил. — Черт ее знает, только об идее думает, — проворчал философ Милкин, делая презрительную гримазу. — Неужели кроме грибов да кулебяки нет других интересов в жизни? — Ну-с, перед кулебякой выпить, — продолжал секретарь в полголоса. Он уж так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. — Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей ноготе, чтобы соблазн был. Подмигнешь на нее глазом — отрежешь это, как и кусище, и пальцами над ней пошевелишь вот это от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул и, вероятно, воображая себе кулебяку, пошевелил пальцами. — Это черт знает что! — проворчал участковый, отходя к другому окну. — Два куска съел, а третий к щам приберет, — продолжал секретарь вдохновенно. — Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтобы пеки да не перебить, велите щи подавать. Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего благодетельный борщок из свеклы на хохлатский маньяр, с ветчиной и с сосисками. К нему подается сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек. А ежете любите суп, то есть супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленьями, морковкой, спажи, цветной капусты и всякому тому подобной юрисплюгенции. — Да, великолепная вещь! — вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги. Но тот час же спохватился и постонал. — Побойтесь вы бога! Этак я до вечера не напишу особого мнения. Четвертый лист порчу. — Не буду, не буду, виноватс! — извинился секретарь и продолжал шепотом. — Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное благодетель. Из рыб безгласных самое лучшее — это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пахтенный и имел тонкость, нужно продержать его живого молока целые сутки. — Хорошо, так же стерлядку кольчиком! — сказал почетный мировой, закрывая глаза. Но тот час же неожиданно для всех он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя. — Петр Николаевич, скоро ли вы? Не могу я больше ждать! Не могу! Дайте мне кончить! — Ну, так я сам поеду, черт с вами! — толстяк махнул рукой, схватил шляпу и, не простившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал полголоса. — Хорош так же судак или карпий с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой не насытится. — Степан Францович, эта еда несущественная. Главное в обеде не рыба, не солонусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете? Товарищ прокурора сделал кислое лицо и сказал со вздохом. — К несчастью, я не могу вам сочувствовать. У меня катар желудка. — Полноте, сударь, катар желудка доктора выдумали. Больше от вольнодумства да от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайте внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно. А вы не обращайте внимания и кушайте себе. Ежели, положим, подадут к жаркому парочку люпелей, да ежели прибавить к этому куропаточку или парочку перепелок жирненьких, то тут про всякий катар забудете. Честное благородное слово. — А жареная индейка, белая, жирная, сочная такая, знаете ли, вроде нимфы. — Да, вероятно, это вкусно, — сказал прокурор, грустно улыбаясь. Индейку, пожалуй, я съел бы. — Господи, а утка, если взять молодую утку, которая только что в первые морозы летку хватила, да и жарить ее на противне вместе с картошкой. Да чтоб картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы, да чтоб утиным жиром пропиталась, да чтоб. Философ Милкин сделал зверское лицо и, по-видимому, хотел что-то сказать, но вдруг причмокнул губами, вероятно, вообразив жареную утку и, не сказав ни слова, влеком и неведомой силой схватил шляпу и выбежал вон. — Да, пожалуй, я поел бы и утки, — вздохнул товарищ прокурора. Председатель встал, прошелся и опять сел. — После жаркова человек становится сыт и впадает в сладостное затмение, — продолжал секретарь. — В это время и телу хорошо, и на душе умерительно. Для усложнения можете выкушать рюмочки-три запеканочки. Председатель крякнул и перечеркнул лист. — Я шестой лист порчу, — сказал он все-таки-то. — Это бессовестно. — Пишите-пишите, благодетель, — зашептал секретарь. — Я не буду, я потихонечку. — Я вам по совести, — Степан Францович, — продолжал он едва слышным шепотом. — Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмочки вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж, и кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии на каком-нибудь мягчайшем страусе. — Ах да пойдемте, Петр Николаевич, — сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой. — Да-с, — продолжал секретарь. — Во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать, и в это время в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы генералисимость или женаты на первейшей красавице в мире, и будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в этаком бассейне с золотыми рыбками. — Она плавает, а вы ей душенька, иди, поцелуй меня. — Петр Николаевич, — простонал товарищ прокурора. — Да-с, — продолжал секретарь. — Покуривши, подбирайте полы халата и ай-да к постельке. — Этак, ложитесь на спинку, животиком вверх, и берите газетку в руки. Когда глаза слепаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику. — Там, глядишь, Австралия сплоховала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там Папа Римский наперекор пошел. Читаешь одно — и приятно. Председатель вскочил, швырнул в сторону перо, и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своем Катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил. — Едемте! — крикнул он. — Петр Николаевич, а как же особое мнение? — испугался секретарь. — Когда же вы его благодетель напишете? Вам ведь в шесть часов в город ехать! Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед и стал убирать бумаги. — Я думаю, что! Продолжение следует...